Плановые заседания районного совета депутатов проходят раз в месяц. В остальное время вопросы готовятся в комиссиях. Поэтому повестка дня всегда очень насыщенная. В начале заседания Надежда Суровцева вручила депутату Арутюну Лобяну награду Московской областной думы за труды. Кадровые изменения произошли в администрации района. Депутаты познакомились с недавно назначенными заместителями руководителя. Никитой Никулиным он курирует строительство и архитектуру и Олегом Марковским, замом по общим вопросам. Одним из пунктов повестки, кстати, было утверждение структуры администрации. Она теперь строится на принципе единоначалия. Как было отмечено, новая структура не потребует дополнительных расходов и увеличения численности сотрудников. Предлагаемая к рассмотрению редакция структуры администрации предполагает такую организацию деятельности администрации, где все органы администрации находятся в непосредственном подчинении руководителя, который в целях эффективного решения вопросов местного значения делегирует определенные полномочия своим заместителям. Совет депутатов также рассмотрел вопрос о проведении ремонтных работ в учреждениях социальной сферы. Кроме текущего ремонта, необходимо устранять предписание госпожнодзора по замене горючих отделочных материалов. Заложенных денег, по словам зама руководителя администрации Юрия Родионова, не хватает, поэтому администрация ищет внебюджетные источники финансирования. «Непростая работа идет. Как пример приведу Сирковскую школу, где с инвестором уже достигнуты договоренности. И первый этаж, включая актовый зал, до 1 сентября этого года инвестор за счет внебюджетных источников ремонтные работы проведет». Также депутаты заслушали доклады представителей отраслей о соцподдержке работников образования, о программе «Доступная среда», о подготовке к празднованию Дня Победы привели в соответствие с законодательством положение об общественной палате. С информацией о состоянии законности на территории Щелковского района на заседание Совета был приглашен щелковский городской прокурор Сергей Рокитянский. Говорил о соблюдении трудового законодательства на предприятиях, о работе Собуровского полигона, о борьбе с коррупцией. Но больше всего проблем, достойных внимания прокуратуры, в сфере ЖКХ. «Наиболее существенный рост количества нарушений имелся в жилищно-коммунальной сфере и объясняется проведением в мае 2015 года компаний по лицензированию экстрематической деятельности, по управлению многоквартирными домами и неготовностью должностных лиц администрации Щелковского муниципального района к действиям в указанных условиях». Двойные платежки, ошибки в начислениях, рост задолженности за коммунальные услуги, неготовность к отопительному сезону, ненадлежащее содержание имущества. Немало нарушений выявила прокуратура. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту вызвавших резонанс в обществе, разборок между УК «Столица» и «Альтернатива». При этом, по сообщению Сергея Рокетянского, обеспечена деятельность законно избранных собственниками управляющих компаний. На сегодня по линии ЖКХ проводится порядка 60 проверок. По ним, скорее всего, будут возбуждены уголовные дела. «В этой же сфере мы возбудили 15 дел об административных правонарушениях, в том числе за грубые нарушения, такие как прекращение подачи горячего водоснабжения, уклонения от ремонта несущих конструкций многоквартирного дома, нарушения лицензионных требований». «Наш прокурор ответил на все вопросы и даже были какие-то предложения, которые даны депутатам, он их как бы принял к сведению». Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».